С января по апрель текущего года оформлено более 5000 патентов иностранным гражданам. Имеют право получить патент граждане Узбекистана, Таджикистана, Молдовы и Азербайджана. А также граждане Кыргызстана, Казахстана, Белоруссии и Армении имеют право работать по трудовым договорам. Подробности в сюжете Даяны Федоровой. Чем же занимаются мигранты в Якутии? Они занимают прочные позиции в разных сферах, в том числе в сфере строительства, общественного питания и торговли. На прилавках в весенне-летний период появляется все больше фруктов и овощей, привезенных из-за границы. Здравствуйте. Разнообразие фруктов и овощей из разных стран мира. Узбекистана, Китая, Египта и Африки. Мухаммад Резу родом из Кыргызстана, однако вот уже 13 лет он гражданин Российской Федерации. Холодно, но можно терпеть. Люди здесь, народ нормальный, хороший. У меня отец гражданин России был, поэтому я тоже получил гражданство. Чтобы получить трудовой патент, все иностранные граждане обязаны пройти тест на знание русского языка. Экзамены для мигрантов теперь проходят по-новому. Из цепочки исключены коммерческие партнеры и центры. Вместо них принимает экзамен только федеральный ВУЗ. Посмотрите, задание номер 5. Иностранные граждане пришли в СВФУ на экзамен для получения патента и заметно нервничают. По стандарту проверяют знания русского языка, истории и законодательства Российской Федерации. Правильно нужно ответить на 15 вопросов из 30. Перед началом экзамена мы тоже решили проверить их знания. Кто такой Петр Первый? Сколько же букв в русском алхавите? Поймаю 37 или 28. Сколько субъектов Российской Федерации? Во время экзамена присутствует представитель МВД. Экзаменуемые сдают смартфоны, а также процесс фиксируется на камеру видеонаблюдения. После бланки отправляются на проверку специальные центры. Варианты теста меняются ежемесячно. По сравнению с 2015 годом задания намного упростили. Раньше было побольше вопросов отдельно по русскому языку, отдельно по истории, отдельно по законодательству Российской Федерации. Сейчас все объединили в одно задание и убрали устную часть. Любой иностранный гражданин обязан соблюдать не только закон страны, где он пребывает, но и должен сохранить добрые взаимоотношения между людьми, уважать права и культуру народа. Даяна Федорова, Станислав Потапов, Якутск.